МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я появлюсь с огромным луком и в без козырке моряка. Я затуманю твою скуку одной бутылкой коньяка. И будет взгляд твой с поволокой, и будет веский при свечах. И я увижу пенелопу в твоих простых очах. Ты поведешь меня черными тропами под бесконечным ущельем Москвы. И по пещерам с цепными циклопами, и от натуги моей тетивы. По всем дорогам завоют сирены, и мы им все раздадим по рублю. И я скажу, дорогая Елена, я так тебя беззаветно люблю. И в тишине моей квартиры, Расплывшись с тенью по стене, Ты под спиртное ассорти Расскажешь правду обо мне. И будет радость плыть по лицам, И будут слезы в горячах. И я узрю мою калипсо в твоих простых речах. Ты поведешь меня черными тропами Под бесконечным ущельем Москвы. И по пещерам с цепными циклопами, И от натуги моей тетивы. По всем дорогам завоют сирены, И мы им всем раздадим по рублю. И я скажу, дорогая Елена, Я так тебя беззаветно люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Павел, привет. Привет. Мне сказано, рада тебя видеть. Видимся не часто, но всегда по поводу. Сегодняшний день не исключение, но об этом чуть позже. Я смотрю у тебя с каждой нашей встречи прическа все перспективнее и перспективнее. Нет, просто стригусь реже, поэтому все короче. Короче, чтобы просто... Ну да, не тратить время ходить раз в два месяца стричься, в три, а не каждый месяц. Смотри-ка, я знаешь, о чем подумала? Что ты у меня был неоднократно на радиоэфире, в радиоэфире. И по-моему, я поймала то, что на ящике, ну в смысле в телеэфире, мы с тобой впервые. Вот есть у меня такое ощущение, что всегда у меня был на радио. Ну, может быть, не знаю. То есть с премьерой. Ага, спасибо. То есть здесь-то ты не первый раз, но не в мое эфирное время. Итак, встретились мы по поводу, что у тебя выходит наисвежайший альбом. Какой по счету получается? Ну, по-моему, 17-й. Да ладно? Да. Да ты с ума сошел? Серьезно, что ли? 17-й? Ну да, не так много, если посчитать, сколько мне лет, в принципе. Ну да, ты, в общем-то, давно, да, но 17-й мне почему-то... Я как-то на десятом остановилась. Видимо, как-то мне так показалось, что 10-й или 11-й, там что-то такое, 17-й. Не-не-не, просто в среднем где-то раз в год я выпускаю альбомы, так и получается. Ну, что касается музыкальной программы, то, естественно, было бы интересно, наверное, зрителям, которые не попадут на презентацию твоего альбома, которая в ближайшее время будет в одной из замечательных, в одном из замечательных мест, что сопротив Кремля, это я имею в виду Москву. Вот, в принципе, подробности, где это произойдет и когда, на нашем сайте, www.laminor.tv.ru, там есть сноска на Пашу, и там вот какие-то подробности уже коммерческие вы можете все распознать. Вот, и, естественно, какие-то премьерные песни сегодня, да, прозвучат с этого альбома. Вот, с этого альбома, и, разумеется, учитывая то, чтобы не повторяться, что ты пел в прошлом эфире, мы отобрали какие-то твои старенькие хорошенькие песенки, которые украсит линейный эфир телеканала «Ля минор». Ну, слава богу, новые песни быстро становятся старыми, так что никогда не закончатся старыми. Я, 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 я тебе, я завидую твоей плодовитости, не побываясь этого слова. Здравствуйте. Добрый вечер, Ксения. Здравствуйте, Светлана. С наступающим праздником вас. Ага, вас тоже. Спасибо. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Павел, хорошо поете. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда вы начали петь и писать? Петь я начал лет в 14, а писать стихи начал лет в 5, наверное. А вот первую песню ты не достроил на песке. Это уже не первая песня была. Да, но она и на эфир взяли. То есть я услышала вообще вот имя Павел Кашин. Это был 91-й год, одна из радиостанций. Не та, на которой я работала. Вот, но я очень плотно крутили. Я даже не знаю, есть сейчас эта радиостанция или нет. А на то есть, то нет. Что в 23 где-то года, в 22 я, наверное, написал город, в 23 он вышел, в 24 ты услышала. Вот, все прямо по годам, по годам. Ну и, разумеется, Светлана ушла из эфира, у нее традиционный еще вопрос, есть ли музыкальное образование и кто по гороскопу. Я просто наизусть знаю, она 101-я звонит, наша постоянная. У меня есть музыкальное образование, я закончил музыкальное училище по классу баяна. Вот, а по гороскопу я рыбы. А все отвечено. Значит, так как все песни, которые сегодня будут звучать, они принадлежат твоему перу полностью, и музыка, и слова, то, соответственно, ты... Вполне возможно, что тебе есть что сказать, что какая-то, может быть, история, которая сопровождала или предшествовала написанию той или иной песни. Это не обязательно, что нужно перед каждой песней рассказывать анекдот. Но просто я тебе на будущее, что если что-то такое связано с той или иной песней, мало ли, что бывает у автора, что навеяло, да, то мы будем... Нам будет очень любопытно это услышать. Следующая песня «Люди». Ну вот как раз здесь и есть небольшая история, потому что я летел в Венецию, и напевалась эта мелодия, она была настолько очевидна, что она будет песней, и я решил ее в компьютере не садиться, не писать, просто ходить и напевать, и, бродя по Венецию, сочинить. И я неделю болтался по Венеции, со всеми мы там сдружились и веселились. И в последний вечер перед самолетом, утром на самолет, я проснулся просто буквально на площади. Было часа четыре утра, и абсолютно пустая Венеция. Я понял, что нужно найти мой отель, а я был без карты. А ты на лавочке спал? Нет, нет, просто вот как мы сидели, там слушали гондолеров поющих. А, так и прикорнул маленько. Вот, и я шел по Венеции, а нужно сказать, когда там нет людей, это чисто игра дум, потому что все улицы неровные, и ты не знаешь, куда ты придешь, и очень страшно, что ты не найдешь свой отель, ты не попадешь в... А люди проснутся нескоро. Вот, и слава богу, она маленькая очень. Я вышел на свой отель, ну, вот, и пока я шел... Люди просыпались. Это песня, да, поехали. Раз, два. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вернулся из-за боя, будто плыл на корабле. Я спросил людей, на кой вам люди счастье на земле. Если вы, увязнув в драке, все не смеете любить. Если вам стеклянный факел, так и хочется разбить. Почему все эти люди так похожи на людей? Почему они не любят тех, кто любит всех людей? Почему они не терпят? Почему они не любят тех, кто терпит тех, кто любит тех, кто ходит по воде? Редактор субтитров А.Егорова Так я вышел из-за боя и опять ушел в забой. А толпа пошла в забой, как стадо на водопой. Раскопать всю эту сушу до последнего рубля. А любовь бежит по лужам, словно крыса с корабля. Почему все эти люди так похожи на людей? Почему они не любят тех, кто любит всех людей? Почему они не терпят? Почему они не любят тех, кто терпит тех, кто любит тех, кто ходит по воде? Почему они любят тех, кто любит 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 тех, Субтитры создавал DimaTorzok Да нет, хотя можно Куда-нибудь Нет, просто он из моих Ребят сейчас, наверное, самый старый А сколько вообще ребят? От 6 до 9 В зависимости от того, где мы выступаем Такая большая команда Ты будешь смеяться, я ни разу не была на твоем живом выступлении Я не буду смеяться Еще смеяться Я один раз случайно в один из клубов зашла В центре города Таких модных Давненько это было Ты там выступал Я случайно зашла, у меня там встреча какая-то была И я краем, я говорю, о, Пашка там типа выступает А ты меня не заметил, поскольку Был занят творчеством И я так краем уха тебя слышала Потому что там была у меня какая-то деловая встреча Какие-то переговоры, я не помню А вот так вот, чтобы прийти в концерт Вот может быть это и состоится А как будет диск называться? Диск будет называться «А соль немного подождет» А соль немножко подождет? А сахар? Огорчится Ты будешь сейчас плакать, но а соль теперь в Ворде выдается как ошибка Если ты пишешь правильно В смысле? Ну просто, видать, новые поколения перестали читать книгу А соль через два из нода? Да-да-да И она выдается как ошибка Ну то есть нет теперь уже такого номера в нашей литературе С кем он разговаривает? Я не понимаю ничего Как это номер в нашей литературе? Я ничего не понимаю Расшифры, пожалуйста Я может быть уже тупею Видать, просто перестали читать эти книжки И в Ворде Когда ты перепечатаешь слово «А соль» Выдается, что ты пишешь ошибку А-а-а Вот в чем дело То есть не подразумевается, что есть такое имя Да-да-да А-а, то есть а соль, это значит а соль Интересно Ты вообще-то для меня такой артист очень любопытствующий И смелый, и кидающийся в самом хорошем смысле этого слова В разные там проекты В тяжкие В тяжкие, все тяжкие, да-да-да Которые иногда оказываются легкими в итоге А иногда и тяжкими Вот, вы там и не брезгуешь в кино поработать И там, я не знаю Куда-нибудь там съездить Поиграть с какими-то иностранными ребятами Кого-то попродюсировать Вот в чем сейчас твой эксперимент Если он есть Ты знаешь, что удивишься Много-много лет назад Я пришел на один из телеканалов К тебе С своим проектом «Декаданс» Который как раз совпал с началом кризиса Вот И девочка, которая выступала Она сказала, что она не хочет контракт подписывать Потому что у нее си-и-си-я Вот И, наверное, все к лучшему Потому что сейчас как раз мы записали действительно По-настоящему хорошо уже русскую версию этого проекта И вот он через два месяца Наконец выйдет в релиз А, то есть ты с этим это не отставил на другой план? То есть оно как-то так вяло Или не очень Можно сказать вяло Потому что все в кризисе вяло Перестекает на самом деле Не спешно Давай так назовем Вяло такое слово не очень хорошее Но, тем не менее Я очень долго как раз подбирал Сейчас Те, кто будут петь в нем И прям получилось очень красиво теперь А та девочка все-таки Она всю сессию сдает, да? То есть пришлось с ней расстаться Да? Ну да, конечно Ну вот что? А вот на самом деле Вот человек вот как Вот этот выбор Вот он уважителен или нет? Вот когда тебе предлагают контракт В каком-то проекте Но у тебя вот нету высшего образования Тебе хочется все-таки его получить Ну, я думаю, что все это анекдот про елки все-таки Потому что если у тебя есть живое дело И оно намного ценнее, чем образование Потому что я свой диплом музыкального учреждения Так никому и не показал Как и я свой театральный Абсолютно Вот И реально научился гармонии Я когда играл джаз на Петербургской крепости А не в музыкальном училище У нас преподавали обращения трезвучия В общем, такие довольно бесцельно прожитые годы А зачем тебе вот быть продюсером? Это как-то еще для тебя такая самому себе уважуха? Или ты искренне хочешь вот какой-то Понимаешь Взрастить, так сказать Во-первых, когда ты поешь сам все То ты привязан к одной краске К одному лицу Ты должен делать, что от тебя ожидают 20 лет делать А когда совершенно другие лица Ты можешь делать абсолютно неожиданное что-то Потому что лаунж-мюзик, она вообще в России не существует в принципе И поэтому рекординг-компания говорит, что ожидаем проект Потому что это первое Хотя каждый второй бар обязательно написано лаунж-мюзик Что каждый второй? В каждом втором баре написано, что у нас лаунж Не-не-не, имеется в виду созданные не в России просто А, ну да Вот А, именно русский, да, российский Вот Сейчас я с одним англичанином просто на теме английской школы сошлись И я говорю, ну покажи какие там песни ты пишешь И он, не зная музыки, вот как-то в Лондоне все-таки каждый второй Он берет гитару и с такими скорейными аккордами Начинает очень здорово петь И я понимаю, что действительно намного интереснее где-то что-то делать по-английски Чтобы человек пел, найти в спикер как бы И я сейчас об этом тоже думаю очень здорово Но ты давно думаешь еще с твоего путешествия в Соединенные Штаты У тебя вообще немножко там, вот ты туда Я еще вообще удивляюсь, почему ты топчешь нашу землю Почему ты еще туда не уехал Потому что мне кажется, ты там себя комфортнее чувствуешь Нет, я себя там не чувствую комфортнее Что ты, феминизм и политкорректность Это то, что выносить долго невозможно абсолютно А, то есть здесь-то можно оторваться Но, к счастью англичан, все-таки Шекспир был на 300 лет раньше, чем Пушкин И литература, и поэзия их богаче в каком-то смысле И язык богаче, он развивался дольше, в принципе И он мне очень нравится, потому что... Ну, здесь бы я поспорила, английский, русский язык какой богаче Там просто в одно слово, в одной фразе может быть 150 значений Хотя у нас тоже есть так называемый подтекст, да? Ну, в таких случаях приходится прибегать, конечно, к насилию И говорить, что это не мои слова даже, а Набокова Который равновладел английским и русским И ему сложно было переводить свои книги с английского на русский Потому что он считал, что русский очень маленький язык Хотя считается одним из трех выдающихся стилистов русского языка Бунин, Лесков и Набоков Считается три человека Ну, в прозе, разумеется, именно стилисты Стилисты, не умоляю, там, талант Толстого Я бы все-таки Соколова привел, как первого или второго, да? Да? Саша Соколова, да Очень хорошо, что у нас расходится чуть-чуть мнение И мы дополняем друг друга Дальше песня называется «Барышня» Раз, два... Раз, два, три, два, два, три Солнце и плечи, ветер и волосы Время устало делиться на полосы Жизнь в обещании вечной весны Я сочиняю вам стихотворение Я начиняю его озарение Барышня, барышня, вы без вас вратно пьяные Дайте мне руку нынче не просто ходить На высочках по чистому воздуху В метре от прокаженной земли Я обеспечу вам ваше парение Тайными клятвами и уберениями солнца И ветер в бокале сухого шапли Солнце и запахи белой акации В мае так сложно не впасть в левитацию Жизнь в ощущение легкой вины Свят все прощения в миг восхищения В нем и скрывается суть обольщения Барышня, барышня, вы несказанно бледны Бледная мимика сконканной грации Я отбитаю удел декораций Жизнь в ощущение легкой беды Барышня, милая, ваши сомнения Лишь составляющая уравнение Жизнь под лучами счастливой звезды Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Дивная песня Здесь и крутится, и вертится, и шар голубой Все что угодно Просто дивная песня Отлично Не боюсь быть некомпетентной Это давно написанная песня Или это такая Сейчас я скажу Это ровно 8 лет назад написано Ты понимаешь? Ты представляешь? Ну Все-таки вот как я рада Что я не работаю на радиостанции Уже четвертый год Ни на одной Я на радио не работаю Потому что вот Не представляю На радио Чтобы показать артиста В разных, так сказать, ракурсах Больше возможностей Чем на телевидении Просто потому что Ну Больше возможностей Выбрать Крутить Вот выберут одну-две песни Вот и они шарашат Их шарашат Шарашат А в принципе Ну как Получается вот такой Однобокий портрет Вот я не знаю Я просто понимаю Что здесь, например На телеканале Ля Минор У меня больше возможностей Представить артиста С разных сторон Чем на радио Я это вдруг поняла Проработав 17 лет На радио Поэтому я здесь У нас есть звонок Здравствуйте Алло Здравствуйте Здравствуйте, говорите Это Сергей Вы будете смеяться Из города Кашин Ох В Тверской области Угу Хотелось бы Хотелось бы Задать такой вопрос Павлу Ну во-первых Выразить Восхищение его таланту Очень ему нравится Очень давно И хотелось бы Задать вопрос Как он сам Определяет свой стиль Вот Актер Андрей Соколов Назвал его Элитарным Певцом Ну как бы я с ним Вполне Согласен А как вот сам Павел Определяет свой стиль Музыкальный Ну вообще Я против всего Элитарного Я И гламурного Да Есть в мире Абсолютно Устоявшееся понятие World Music Туда относят И Ленарда Коэна И Чезария Вори И Никакеева То есть Что и роком Не назовешь Что и поп-музыкой Не назовешь Некая эклектика В общем Все что не похоже На рок и поп-музыку В общем-то И Ну к сожалению Нас в России Только рок-поп И вот Шансон Да А есть что-то Посередине еще Что можно Ну это удобно Это удобно для артиста В смысле? Ну Везде вроде как свой Свой среди чужих Чужой среди своих Это между World Music Нет я бы не сказал Потому что Как раз нигде Ты не свой в принципе Но это удобно Потому что у тебя есть Своя публика Которая В принципе Довольно верная Смотри-ка Такой технический Немножко вопрос Такой Кухонный Не побоюсь этого слова Кухонный Когда ты Я недаром сказала Несколько выше Что ты плодовитый Артист Но действительно У тебя пишется Все С завидной регулярностью Выходят альбомы И один другого В общем-то Крашит То есть нету Каких-то таких Вот что Провалов И каких-то взлетов Вот в хорошем смысле Все очень Ровно И ты вот задумываешь Альбом И потом По тематике Например Я просто Почему? Потому что Следующая песня Одноименного альбома Ассоль Она вот Ну там Ассоль подождет Или как он там называется Ассоль Следующая песня Ассоль Поэтому вот я Несколько слов Про В том числе И этот альбом То есть ты Замышляешь альбом И по тематике Как-то Подходишь Будучи профессионалом Пишутся песни Либо Песни написались Ты так посмотрел Что-то такое Что-то Ну вот Наверное вот так И помещаешь Знаешь Они последнее время Как-то гуртами пишутся На самом деле Ассоль Она Я просто помню день Когда я написал В день смерти Янковского Олега Вот И Как-то Очевидно было Что уходит Вот Обыкновенное чудо Со всеми Абдуловыми Там Янковскими Леоновыми Вот И как-то я канал Переключил И там Одна из современных Юрмалистических передач Я понял Что какой-то Контраст Контраст такой Абсолютно Не суразится Вот Я понял Что дальше будет Вот эта Юрмалистическая передача И Как-то я сразу Написал эту песню И Вот Несколько таких песен Где-то и родилось Потом Да То есть В принципе На самом деле Один из Вот На моей памяти Наверное Первый артист Который пришел в программу К нам приехал Который Ну мы составляем программу И когда он говорит А вот эту песню А вот это А вот это Вот это Ну а теперь давай порядок Он говорит А что Вот такой порядок Как я сказал Очень хорошо То есть Абсолютно Без концепции Вот так вот Они идут себе И идут И нормально Каждая Такая самоценная Ну как дети Да Ты же не знаешь Когда кто придет Да Да Они сами решают Когда им появляться На свет А соль Собственно Она у нас В двух тональностях Играется Раз мы на ля-минори То мы в ля-минори Играем Раз Раз, два Раз, два, три, четыре Беги к заветной цели Беги поджавший хвост В аптическом прицеле Беги по свежим трубам Звезд тупой И чувства долга Китая не подведет А соль ждала так долго А соль немного подождет Беги ломая дверь Беги по кромке зла С дупой улыбкой зверя Что только мать любить могла С ужинками горелы И нежностью осла Твоя асоль ходила к морю Но недавно умерла Беги по авансцене По снам чужих людей Беги по кучам денег И по хребтам чужих людей Лишь смерть тебя догонит Лишь смерть тебя найдет И хоть тебя не гонят Но тебя уже никто не ждет Беги по свежим трубам Беги по свежим трубам Звезд тупой Чувства долга Тебя не подведет А соль ждала так долго А соль немного подождет Павел, а вот на твой взгляд Какое самое удачное мероприятие Которое ты сделал Вот в своей жизни На сегодняшний день Не знаю Выпуск это может быть альбом Или может быть там Ты женился или развелся Или какой-то подарок кому-то сделал Или что-то Не важно Это не обязательно В творческой сфере Такое вот самое Что вот Я не знаю Ну составляет такую внутреннюю Это не значит что Орать на каждом перекрестке Но такую внутреннюю гордость Ты знаешь Вообще Честно говоря Я Вот так вот Достижением Как ты Разучился мыслить Вот Знаешь Как у Пушкина Смерть Когда с чертенком И с чертями Играет в карты И чертенок поймал ее На том что она мухает Она ему говорит Молчи ты Глупый молоденник И не тебе меня учить Ведь мы играем Не из денег А лишь бы в вечность проводить Вот Я просто счастлив Что у меня есть Такое невероятное развлечение Как сочинять песни Потому что В принципе конечно Я делаю это для себя В первую очередь Слава богу Это еще получается Каким-то шоу-бизнесом Вот А ничего такого Великого Не совершил К сожалению Я не произнесла Это слово Великое Потому что Вот Я не знаю Кто-то Кстати из великих По-моему сказал Что вот Проживи день Сделай хоть одно доброе дело И обязательно себя Похвали Хотя бы за какую-нибудь Малость Вот Тогда ты научишься Замечать и чужие Хорошие поступки И быть благодарным Да Вот И вполне возможно Что просто вот Ты там Я не знаю Можешь просто Вот тебе лениво Ты лежишь на диване А тебе надо Вот подняться С этого дивана И вот куда-то поехать Например Или куда-то позвонить Думаешь Нет А я сделаю это завтра А ты все-таки Находишься из силы Это делаешь Ай какая я молодца Ну вот Это же не обязательно Это не великое дело Вовсе Я вот Я из этой серии Ты знаешь Как-то Ну правда Я Я скуп на хорошие дела Да ладно Вот Я Мало чем могу гордиться Вообще Я не знаю Только вот Я знаю моих друзей Которые Очень любят мои песни И я понимаю А какой на твой взгляд Из 17 альбомов Которые вышли Вот твой Самый удачный Вот для тебя Сейчас он В 18-м будет Ага Ну говори Как собачье сердце Он уже сочинен В принципе Самый лучший впереди Вас ждет Не-не-не Он уже просто Уже есть Я уже даже пою В маленьких кругах Просто Альбомы не успевают За сочинением Как бы Здравствуйте Алло Алло Да Говорите вы в эфире Добрый день Ксения Или добрый вечер Добрый вечер скорее Добрый вечер Я вот смотрю Вашу передачу И мне нравится Творчество Павла Да, Акашина Вот я помню Его первый клип Как бы Да Я не буду сейчас Своё внимание Концентрировать на нём Про этот Город Будем так говорить Ну вот Павел Очень хорошо Что вы поёте Такие песни И мне очень хочется Чтобы они Конечно же Больше звучали С магнитол Со всего С приёмников Машин Конечно же Ну чтобы мы ездили И слушали Ваше творчество Я помню Как хороший Один человек Сказал Что Говорит Конечно же Там Говорит Вот Павла Кашина Песни Говорит Не знаю Будут ли звучать Они С магнитофонов Машин Или не будут Ну вот Мне кажется Что они должны Случать Павел Очень мне нравится Но они звучат Только в малом Очень количестве Но они на самом деле Ну вообще Всё-таки Категориями Такими Где Какие песни Больше звучат Наверное Всё-таки Ну не нужно мыслить В принципе Нет Если нравится творчество Того или иного артиста Например Если вот мне нравится Там Леонард Коэн Я иду в магазин Покупаю его Пластинку Там я не знаю Ну кстати Вот я был на его концерте И вот так в жизни Спросишь Никто его не знает В принципе А полный зал Собрался Люди И в ужасных условиях Досидели до конца концерта Там Ужасно Я не попала Ужасно Считаю Что это самый Ужасный зал Конечно В стране Да Вот И Просто Как Курт Ваннигуд Говорил Мы живем в такой Большой стране Что Что бы ты ни делал У этого найдется Хотя бы один поклонник Это правда И Кстати И кстати Далеко не один На самом деле Так Следующая история Следующая песня Ухая Во дворе Горит один фонарь На заре Поймать пытаюсь Шарик Из окна Где к луну Усмехаясь Суть ясна Но я не Просыпаюсь Уходя Оставишь свет Прихожая Уходя Уходя Шепнешь Что Нет Похожа На земле Ни капельки Любви Уходя Ты Растревожишь Раны Уходя Ты Завернешь Все краны На земле Ни капельки Любви На заре Когда Вся душа Немы От себя Оставив Ванной Кремы Среди сна Уйдешь Едва Ступая Суть ясна Но я Не Просыпаюсь Уходя Оставишь Свет Прихожей Уходя Шепнешь Что Нет Похожа На земле Ни капельки Любви Уходя Ты Растревожишь Раны Уходя Ты Завернешь Все краны На земле Ни капельки Любви Уходя Красавица Песня Ты знаешь Я кстати сейчас сидел Ну вот Мне жаловаться Как раз нельзя Потому что Предыдущие песни Вот эта песня Они все разобраны По фильмам И по фильмам Надо сказать Хорошим На хороших каналах Идут Ну да Вот я была На одном фильме Ты знаешь Помнишь Премьера была В одном из кинотеатров Чудовичная В одном из городов Нет В Москве В Москве Когда Год назад Долтора Может быть Вот Ну чудовищный фильм Ну совершенно чудовищный Бывает хороший Бывает менее удачный Потому что Это совершенно не имеет отношения к музыке Бывает действительно Саундтрек великолепный А фильм так себе А бывает наоборот Саундтрек портит Вообще все Вразрез идет А соль сейчас Вошла в один Из самых хороших Прям Мы такие Мы загадками говорим И у нас сегодня Фраза дня Один из фильмов В одном из кинотеатров Слушай Эта песня Которая просто И она просто пригодилась Фильму Или это То есть ты когда-нибудь Работал специально Под фильм Ну да конечно Просто в принципе Так намного удобнее Когда твоя песня Кому-то пригождается Ну конечно И это ну окей Ну конечно Даже работать не надо Ты уже отработал В конце только Не просто Под заказ Я к тому говорю Что насколько тебе Интересно И главное Просто работать Ты знаешь Мне интересно И проект Декаданс Я тоже делал где-то Под заказ Под один фильм тоже И он как-то Вырос Так Ну кризис Ладно Все это А проект остался Я вот сейчас сюда Ехал Слушал русскую версию Так прямо красиво Здорово Мне нравится А голоса женские Они конечно же Для Я не знаю Для моего слуха Они намного интереснее Чем мужские Что правильнее А мне вот почему-то Нравится больше мужчина Когда поют Это нормально И это нормально Вот И конечно Хочется того Чего ты не можешь сделать Сам естественно Здравствуйте Алло Да говорите Погромче пожалуйста Будьте Алло Здравствуйте Да говорите вы в эфире Да Ксюша здравствуйте И Паша здравствуйте Здравствуйте Дело в том Что я просто очень счастлив Что дозвонился Сейчас до вас Правильно Ксюша сказала У Павла очень ровное творчество Но все равно Больше в душу Моего юношеского восприятия А мне сейчас уже 37 лет Запало Начало 90-х Страшно сказать Прошлого века Когда вот вышли Ну город Песня прекрасный Но она была уже так заезжена Вот В смысле по телевидению Но вот с того альбома Мне очень нравилась Песня Зима Помнишь Паш Такую Да естественно А вокруг белым-бело И снегу Это естественно Просто существует Что сегодня прозвучит Из того репертуара Конечно Очень 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 прекрасно Слушать Твои новые песни Нет Не прозвучит Из того репертуара Есть эффект Первого восприятия Нового артиста Кто первый встал Того этап Никогда мы Не сможем удивляться Артисту Так как мы Когда первый раз Его увидели Ну Немножечко опередил Мой вопрос Парень Дело в том Что Я хотела спросить Что когда Несмотря на то Что ты Твоя плодовитость Твоя потенция Творческая Не падает Вот Я думаю Что Когда тебе Все-таки Лучше Писалось Ну я не знаю По ощущениям Легше что ли Было Больше источников Вдохновения Что Ну такой да Технический момент Это вот именно В те 90-е Когда тебе Конечно Сейчас Потому что Тогда нужно было Что-то Проходить через Все круги ада Для того чтобы Песню А сейчас я знаю Как их писать Я могу управлять Я получаю от этого удовольствие Раньше ты просто Уставал Адски А как ты думаешь По поводу Вот того что Первое восприятие артиста Ведь у большинства Артистов У большинства Ну абсолютно точно Как правило Вот всегда просят Приходит там С новым альбомом Какая-нибудь там Известная группа Там Или просто артист Известный А все просят Старенькое Там Это просто Это именно Их воспоминания Потому что Они это услышали Там в юности И у них Ассоциация У людей Это все От собак Павлова Да Или действительно Все лучшее Написано В юности Если тебя пытали При какой-то музыке Она будет С плохими Ассоциациями Если ты Вкусно обедал Будет совсем другое Ты просто Представь Я честно говоря Считаю Что я просто Нечаянно раньше Стала известным Чем нужно было Просто если бы Я появился там Лет 8 назад С той же Песней Барышни Или вот Ассоль Но разве Не было бы Так же Интересно На самом деле Да Но я считаю Что как раз Ты очень вовремя Появился 23 года Я считаю Я имею ввиду Так Перед общественностью Да Там в СМИ Грубо говоря Вот Мне кажется Что это Самый такой Отличный возраст Потому что Уже кое-что Позади То есть Есть какой-то Жизненный опыт То есть Это не Не звездные войны Вот это Когда там В 17 лет Вот это Вот все Происходит Все вот эти Вот истории И в 23 Ты уже Никому не нужен Потому что Тебя уже Поюзали Все продюсеры Которые Такой возможно На тебя заработали Деньги И ты в 23 года Уставший От пьянства И от всего И от поездок Ты уже такой Как выжженный лимон Мне кажется Что ты как раз Очень вовремя Ну вовремя Наверное в том смысле Что конечно До 35 Не доживешь С идеями О песнях Потому что Нужно думать О хлебе насущном Конечно Естественно Мне повезло В том смысле Что мне не пришлось В своей жизни Ничем больше заниматься Кроме как этим Вот Счастливый человек Топаем дальше Под осенней москвой Ну сезонная песня Я прошу прощения Но над осенью Над А вот я и увидела Под осенью москвой Я думал про метро Что это Это опечатка Опечатка Окей По осеннему асфальту Разбегались жемчуга Это будущий февраль Так обозначил берега И с поломанным зонтом Я изгибался На мосту Нецелованный фантом Любви забытый На посту Я искал Себя спасение Окунаясь головой В тишину Седьмого неба Над осенью москвой Я искал себе Спасение Над осенью москвой Сквозь меня ходили люди Без сердечного огня В их глаза Коль не любишь Не задерживай меня И сутулясь Исчезали В предрасстрельной тишине Оставляя мокрый след На обескровленной луне Я искал от них спасение Окунаясь головой В тишину Седьмого неба Над осенью москвой Я искал от них спасение Над осенью москвой Субтитры создавал DimaTorzok Время выждало и встало И упало с высоты Безнадежная усталость Сквозь меня шагала ты И с пивной оклята рядом Два крыла, побитых радом Волочились по фасадам Не теряя красоты Я нашел в тебе спасение Окунувшись с головой В тишину седьмого неба Над осенью москвой В тишину седьмого неба Над осенью москвой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По осеннему асфальту Разбегались жемчуга Это будущий февраль Так обозначил берега Здравствуйте Здравствуйте, говорите, пожалуйста Здравствуйте, да Да, говорите, Володя Сергеевна Здравствуйте, Ксения Здравствуйте, Павел Здравствуйте, замечательный Наиболее удачную Реинкарнацию Вертинского Если вас обидит Нет, сегодня очень много До передачи говорил С Вертинском Так что, видать, здесь Все новее на чем-то Да, да Не буду просить у вас Старых песен Просто И еще такой вопрос Хотелось бы Чтобы вы Как бы Определили Стиль вашего творчества Как вы определяете для себя Ну, мы просто О том, что в мире Это называется вообще World Music Все, что Не является роком Или поп-музыкой Это все World Music, в принципе Хороший артист Хороший музыкант Одинаково хорош Как в роке, так и в попе Собственно World Music Вопрос Уйдем от творчества Не знаю Музыка навеяла Мы как-то с тобой Виделись Тоже где-то Наверное Года два назад В одном из кафе Я там снималась Одного из городов Да-да-да-да Я там Снималась в качестве Ведущей В другом проекте А ты пришел Это кафе И ты пришел туда С какой-то барышней Там Попить кофе Или что-то еще Или может быть перекусить Вот А мы за соседним столиком У нас съемочная группа снимает Помнишь Мой кофе виделись Вот И какой-то там перерыв То ли там Между гостями Там по нескольку программ Снимали Одно за другой И я к тебе подсела Я говорю Или подошла Так, чтобы девушка не слышала Я говорю Что ты сюда пришел-то Здесь кофе плохое Место неуютное Я говорю Понятно Мы просто договорились Это у нас съемочная площадка Я говорю А вот так вот Когда есть вариант Куда пойти И ты сказал фразу Которую я повергла В некоторый тупик Но она Но она оригинальная И я так думаю От сердца шла Говорят Я знаю, что место фиговое Кофе поганый здесь Или что-то Или пиво там Пиво, по-моему, выпили Я не помню Вот Там место и все Но здесь круто появиться И поэтому я сюда привел барышню Здесь как бы круто Потому что там название такое В общем И как-то считается Что это крутое место И поэтому такое Ну как бы не дешевое Нельзя сказать Ну в общем Это цена вопроса Да Вот как ты относишься Вот Ты серьезно относишься К таким штукам Что вот Где вот Ну Засветиться Или там Сделать Расправить Хвост перед барышней Повести туда Куда тебе не нравится Но зато это круто Ты же Ксюша, понимаешь Что в принципе Мы где-то у женщин В каком-то Подчиненном состоянии Потому что Ну в принципе Мы должны играть В игры Которые хотят играть Женщины Иначе Ну что Иначе мы не достигнем цели Ты можешь быть очень гордым И поступать Как тебе хочется Но ты Будешь тогда Очень одиноким Поэтому лучше сходить Лучше Несколько раз Сходить В так себе место Чем провести Старость в одиночестве Ты знаешь Я жил в одной из стран И там действительно Очень хорошие рестораны И все такое Но там Некого в них привезти Там недорогие Хорошие рестораны А здесь есть Кого привезти Но нет ресторанов Куда привезти Но Если население выбрало Какие-то рестораны Как знаковые Значит Если ты хочешь Соответствовать Знакам Иди по знакам Ресторану А говоришь Что не нравится тебе Там вот эта вот Вся гламурность Какая-то Вот это вот Понимаешь Я удивляюсь Мужчины Которые приходят Одни сами по себе И сами собой Любуются Я для кого-то Стараюсь Понимаешь Да Это причина Уважительная Согласна Согласна Смейся И кружись Следующая история Раз Два Три Четыре Пойди ко мне Родная Я выпить Обещаю Холод Из луны Ведь Эти зимы В нашей Невообразимой Раше Слишком Холодны Мы нашим Русским Сердцем Не можем Отогреться Ни водкою Ни мехом А только танцем Только смехом Смейся И кружись Смейся И кружись Ты только Смейся И кружись Это наша Жесть Это наша Жесть Такая Вот такая Жесть Пойди ко мне Родная Я все на свете Знаю В холоде Внутри Мы тихо Ищем Маму Ото все Моет Раму Настя Ж Раствори И мы И мы Бездом Наша жизнь, такая вот такая жизнь Ты только смейся и хружись Смейся и хружись Ты только смейся и хружись Это наша жизнь, это наша жизнь Такая вот такая жизнь Вот, Паш, бьюсь об заклад, что через какое-то количество лет, может быть, десятки лет Может быть, уже нас и не будет в живых, но тебя будут цитировать и выдавать вот эту фразу Не отогреться нам ни водкой, ни мехом, только танцами и смехом, да? Это как русскую народную мудрость, я тебе могу сказать Я тебе точно могу сказать, потому что вот это войдет в аналы Я тебя поздравляю Вы, кому сейчас 7 лет смотрите, когда нас с Павлом не будет Вы подтвердите, что вы были свидетелем, что я об этом говорила Но только не забудьте сказать, когда скажут слова народные, музыка народная Скажите, что это Павел Кашин все-таки Ты знаешь, Ксюша, как культура быстро сдвигается У меня преподавательница, я сейчас французский свой поднимаю И она, ей 20 лет, и мы учим французский И там слово Брест возникает Я говорю, интересно, во Франции тоже есть Брест И она говорит, а что, еще он где-то есть? А я говорю, ну вообще в моей школе преподавали, что все начиналось с Брестской крепости Вот, и мы очень долго это проходили И оказывается, сейчас все знаки в культуре совсем другие уже В Коме, СССР, под Сыктывкаром есть Париж? Такой поселок городского типа Видишь, мы в детстве не знали французского Бреста, а они не знают белорусского Бреста Вот так вот, понимаешь, насколько у любви твои глаза следующая история Два, три, четыре... По одной примете на земле Тебя никто и никогда не целовал Просто у любви твои глаза Просто у любви твои глаза Ангелы во мне проснулись И храпят и тают на глазах При свете дня И уже не хватит пули Чтобы пролететь во мне И вылечить меня Я тебя искал по свету Я хранил в душе тебя священные слова По одной примете на земле По одной примете на земле Тебя никто и никогда не целовал Просто у любви твои глаза 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 Мой сегодняшний гость Павел Кашин Слушай, а я запамятовала вот из серии Что было сначала курица и яйца Ты же в Питере жил, до Москвы Ну, до Москвы... Да, до Москвы... Я имею в виду, тебя сначала начали крутить И, так сказать, ты... Или ты сначала приехал в Москву Или тебя сначала начали крутить А потом ты приехал в Москву Не-не-не, подожди Там запутная история Это было вообще... 20 лет назад я приехал в Питер Меня там начали крутить А, то есть там тебя сначала начали крутить Потом, после всех Лондонов и Лос-Анджелев Я опять оказался в Питере И вот 8,5 лет назад приехал в Москву Да ладно Да ладно, серьезно? Ну да А мне казалось, что ты... Вот как приехала там в 90-е годы из Питера Так ты в Москве живешь Ты недавно что ли в Москве живешь? Так всего 8 лет что ли? Да-да-да Вообще в Питере тоже считают, что я питерский А в Москве, наверное, похож на... Вот как ты замаскировался Танец на стекле Следующая история Да, это прямо из будущего альбома еще Ой, то есть даже не из этого То есть совсем на вью То есть премьера вообще Свежак А ты танцуешь на стекле Даря трубинами следы Ты так рисуешь на земле Свою улыбку И как-то больно И легко Горит стеклянная река Недалеко 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 Осталась Субтитры создавал DimaTorzok 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 И еще одна красавица Песня красавица Я горда сознанием того, что в программе прозвучала даже песня не того альбома, который официально еще не вышел, а только еще выйдет на днях, но с того, который выйдет еще только через год, который только планирует Ну, Ксюш, знаешь, песни невозможно начать писать хуже, чем ты писал, если только не спиваться Бывает, бывает Ну, это значит много гастролей и веселья, а в принципе, если ты в своем сознании, ты всегда пишешь песни лучше, чем были Ну, в общем, по идее, так должно быть Конечно, ну, с писателями же так же, там, Кондора или Саша Соколов, они же чем дальше, тем лучше были Такая тоже спорная история А, ну да, все равно подтверждается, я хотела про Битл сказать, что раннее и позднее Когда они уже рассорились все тоже, а середина самое новое у них получилась Ну, там это коллектив, там они просто между собой уже Ну, там они много и гастролировали, и все такое Ну, потом, да, они и гуляли, да, в том-то и дело, я и говорю, там хорошо у них все было с отдыхом Что-то тебя интересует, кроме музыки, но так же сильно? Ты знаешь, не то, что можно сказать, в эфире, в общем-то, ничего такого Девушки, что ли? И все такое связано Я просто сказал, там, учите французский язык, да, может быть, языки, может быть, что-то Знаешь, я через 12 лет жесткого изучения английского понял, что я начал учить слова, которые англичане не понимают Я понял, что она с этим завязывается Понятно А так как мозг приучился каждый день что-нибудь новое изучать, нужно куда-то перебрасываться Появилась Женечка со своим французским Почему бы и нет? Да? Редкий случай для музыкантов, потому что... Но на самом деле... Я не оригинальна этим вопросом, потому что я время от времени его задаю Я считаю, что просто секрет молодости — это в мозг постоянно пичкать новую информацию Потому что если ты перестаешь пичкать, то он думает, что организм умирает и дает команды на умирание Конечно уж, не пластические операции делают нас моложе, это естественно Это естественно Ну что ж, пришло время прощаться, хотя я до свидания не говорю Просто пришло время к завершающей нашу сегодняшнюю беседу песни Вот, а я, естественно, и с вами, и с тобой еще не прощаюсь, мы еще поболтаем Настя! Сейчас тогда споем единственную мажорную песню в нашем ансамбле В твоей квартире чистота В твоем камине мастер не достает огня И, может быть, для счастья Немножечко, совсем чуть-чуть меня Дам-да-ра-да-да-дам В твоем доме живет Латон Петрарка и Наполеон Если ты накроешь на шесть персон Я приду к тебе первым, слышишь, как бьет по крыше слон Я приду к тебе, слышишь, Настя И раскрашу оранжевым весь твой дом В лучших традициях от Настя, да? В лучших традициях отечественного... Я его называю рачок, потому что легкий не рок, а такой, если так ковырнуть музыку отечественного рок, так сказать, коллектива 80-х, так сказать, можно у каждого наковырять что-нибудь у секрета такого типа, у машины времени, а-ля битлы на самом деле Да, тем более это такой просто подарок девушке был Да, 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 очень... Я не знаю, обиделась она, нет? Нет, нет, ты чего? У нее все очень пустовастенько и холодновастенько без вас, Павел Нет, она ее до сих пор очень любит и каждый раз просит на своих днях рождениях ее спеть мне Нет, она светлая, очень хорошая песня У тебя есть мечта? Знаешь, в моем возрасте как-то мечтать сложно Мы с тобой, Павел, подошли к такому возрасту, когда согласие пугает больше, чем отказ Это из этой серии Ну нет, как-то в принципе мечта, я сейчас выстраиваю свое расписание так, у меня сейчас все так прямо как по маслу И я мечтаю выстроить так, чтобы прямо счастливым быть Потому что иногда все-таки в воскресенье раз и неожиданно Производишь впечатление счастливого человека Напоследок услышим слушателя или слушательницу Здравствуйте Алло Здрасте Павел, Ксения, добрый день Добрый день Павел, давний ваш поклонник Сижу рядом с дочерью И правда не 7, а 8 лет Ксения обращалась к 7-летней, правда Вот Не могли бы вы для подрастающего нашего поколения гномиков, если вам не сложно? А я так понимаю, что мы просто и по времени уже... Нет, она минутку идет, да, гномики? Гномики Еще я ни разу не играл в своей жизни на концертах Вот, надо когда-то начинать Давай, если ты сейчас прямо ее споешь, то успеем Она минуту 15 идет Сейчас Антональность хотя бы помнишь, нет? Рай, да? На моем уютном столике танцуют Эти рожицы такие комики Хотя я ее знала наизусть Вот та площадка, где выступал Леонард Коэн Она вроде как, конечно, чудовищна, но, в принципе, за неимением снесенной России Она стала вроде как единственной такой, вроде как пафосной, как то кафе, да? Вот Нет, я люблю себя и людей, и когда всем хорошо, мне не надо пафоса Я как бы... Я сам для себя пафос Опа! И вот на этой пафосной ноте мне остается сказать тебе большое спасибо Очень рада была тебя видеть Вообще, конечно, нужно почаще встречаться Хотя кто знает, может быть, как раз вот сам смак, вкус и прелесть таких вот взаимоотношений Что когда вот люди редко видятся, тогда, в общем-то, действительно какая-то информация накапливается И искренние, такие теплые чувства Чтобы не было как песни Высоцкого Да, чтобы...